Аннексия Крыма Аннексия Крыма Так давно пост мэра Симферополя благодарно принимал Игорь Лукашев, человек, которого на место главы города лично продвигал гоблин Аксенов. Кандидатуру Игоря Лукашева поддержали 29 народных избранников. Сейчас я отправлюсь на встречу с главой республикой Аксеновичем для сверки часов, определения задач. Тогда в социальных сетях многие критиковали это назначение. Лукашеву неоднократно вспоминали его криминальное прошлое. Оказалось, что он вместе с Аксеновым в свое время был участником преступной группировки «Сейлем». То, что опирается на криминальные кадры Сергея Аксенова, неудивительно. Он окружил себя с первых дней во власти людьми из криминального бизнеса. Это выгодно в то же самое Кремлю, потому что все они находятся на крючке, их очень легко дергать. Но как так получилось, что буквально через год в ноябре Лукашев подает в отставку? И что интересно, делает это по требованию самого Аксенова. Сергей Аксенов уволил главу администрации Симферополя Игоря Лукашева и всех его заместителей. Я предложил Игорю Михайловичу Лукашеву написать заявление об увольнении. За пару недель до этого Аксенов вовсю принялся жестоко критиковать работу симферопольского мэра. За транспортный коллапс и проблемы с вывозом мусора. Гоблин и вовсе пообещал администрации Лукашева устроить настоящий административный террор. Желание приложить силы у Игоря Михайловича было, но отсутствие опыта не дало возможности показать результативную работу. Но позвольте, Сергей Валерьевич, ведь вы сами год назад выдвинули Лукашева на должность мэра. А значит, ответственность за его проваленную работу лежит и на ваших плечах. Грубо говоря, человек использовал свой ресурс. То есть ему сказали, вот на окормление мы тебе даем город, при условии, что ты отписываешь нам какую-то долю. Но при этом ты набрал определенную порцию негатива, Аксена уже не хочет брать его на себя. Кто виноват? Виноват. Господин мэр города, которого мы поставили. Поставим другого. Он наворуется, наберет негатива, уберем. То есть это такой абсолютно циничный конверт. Впрочем, еще до Лукашева был так называемый первый российский мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Его тоже называют креатурой гоблина. Напомним, пост псевдоглавы администрации столицы Крыма он занял еще в 2014 году. Мы должны изменить традицию, когда к органам власти относятся они как к союзникам, а как к какому-то придатку, который просто, да, должен быть, но которому не доверяют, который не любят, который не ценят и за который не готовы бороться. Но чудо, конечно же, не произошло. За три года к главе подконтрольной Кремлю Симферопольской администрации среди горожан накопилось множество претензий. Бездельник и тунеядец. Вот, кстати, какая грязь кругом. Если бы не волонтер, я не знаю, что бы тут было. Ну, не справляется, наверное. Практически, по-моему, он доволил все дело. И это точно. В августе 17-го Бахарев подал в отставку. По официальной версии, заявление об увольнении он написал в связи с состоянием здоровья. «Состояние моего здоровья не позволяет занимать пост главы администрации в дальнейшем». А уже почти через год стало известно, что на так называемого первого российского мэра Симферополя завели уголовное дело. Экс-чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом. А точнее, земельным участком. Ну, это временно. Могу всех, конечно, успокоить. Сейчас суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в куларах городской администрации Симферополя говорят, что Бахарев просто заключил сделку со следствием и пока отделался штрафом. Как-то сложно все с городоначальниками и в оккупированной Керчи. Мне в этом вопросе бояться нечего. Мэром стратегического города Олег Осадчий был 16 лет и в 14-м с радостью встречал на полуострове так называемых «зеленых человечков». Вы голосовали за Россию? Конечно. Но уже через год после аннексии Осадчего сместили с должности. Против него стали публично выступать местные пророссийские политики. И в итоге мэра-коллаборанта обвинили в превышении должностных полномочий и арестовали. Чиновники должны понимать, что если они за что-то брали у людей деньги, то есть в данном случае мошенническим способом ответственность этой части должна быть. Учитывая то, что Осадчему грозило до 7 лет лишения свободы, он еще неплохо отделался. Домашним арестом и штрафом в 150 тысяч рублей. Летом я еду на рыбалку. У меня есть огородик небольшой. После Осадчего в ноябре 14-го пост незаконного главы администрации Керчи принял Сергей Писарев и якобы сразу же приступил к активной деятельности на благо керчан. Я надеюсь, я уверен в том, что у нас будет взаимопонимание. Но как бы не так. Уже через два года Писарева задержали сотрудники ФСБ. Градоначальник якобы попался на вымогательстве взятки в 50 тысяч долларов у местного предпринимателя за подписание контрактов о купле-продаже земельных участков. Действия главы администрации квалифицированы как получение взятки в особо крупном размере. Отделаться просто экс-главе Керчи не удалось. Писарева приговорили к 8 годам колонии строгого режима. И к выплате штрафа в размере почти 6,5 миллионов рублей. Все органы сработали на 5 баллов. Работу продолжать. Не со всеми еще в данном случае персонажами вопросы решили. Впрочем, недолго продержался на своей должности и следующий керченский псевдомэр Владимир Подлепенцев. Я всю жизнь привык работать добросовестно и честно. И чтобы мне не было потом стыдно смотреть в глаза керчанам. Наверное, не выдержав сложных реалий работы под контролем пророссийских бандитов, Подлепенцев уже через полгода сам решил уйти в отставку. Якобы по состоянию здоровья. Это очень тяжелая, можно сказать, катаржная работа, Потому что нет ни выходных, практически ни свободного времени. А Гоблин Аксенов тем временем поспешил представить керчанам нового главу. На минуточку уже четвертого. За время оккупации Крыма России. Сергей Вадимович Бородин. Да, вот он рядом есть. На мой взгляд, уже человек системный. Проблемы со здоровьем помешали бывшему главе администрации Решить все вопросы, которые были поставлены, все задачи. Еще не прошло пяти лет после аннексии Крыма. В Феодосии тоже уже четыре раза менялось так называемое руководство администрации города. Сначала это был Дмитрий Щепетков. В 14-м он тоже с легкостью предал Украину и перешел на сторону врага. А уже в 18-м, 30-го марта, узнал, что отправляется в тюрьму на 8 лет. Оказалось, что предателей нигде не любят. Даже в России. 8 лет лишения свободы, штраф в размере 42 миллионов рублей и лишение права занимать определенной должности сроком на 3 года. Экс-глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Далее кресло главы Феодосии занял Станислав Крысин. Буквально через год Аксенов потребовал отставки его и председателя горсовета Светланы Гевчук, которую считают ставленницей того же Константинова. Когда Сергей Валерьевич видит со стороны, что идет что-то там не так, он имеет право на эти решения. В октябре 17-го мэром Феодосии стал Сергей Фомич. И, казалось бы, на этом можно было остановиться. Но нет, совсем недавно, в январе этого года, Аксенов отправил в отставку и этого медоградоначальника. Главы администрации муниципального образования уволены. Отсутствие эффективности, результативности, я говорю, как основной критерий, это отсутствие обратной связи с населением. То есть нет плодных контактов, то есть не знают и не живут проблемами, которые волнуют людей. В курортной Ялте за время оккупации трижды сменилась так называемая власть. Сейчас пост мэра занимает Алексей Челпанов, до этого Елена Сотникова, экс-советник крымского спикера Константинова, с которым Аксенов не первый раз соревнуется в перестановке кадров на полуострове. Это как жаба и гадюга, грубо говоря. Они находятся в состоянии тихой перманентной войны. Они знают грехи друг друга, прекрасно имеют, собирают друг на друга компромат и этим друг друга держат в узде. Это люди, которые друг друга ненавидят, но избавиться они друг от друга не могут. А еще ранее, с 14-го года городом управлял Андрей Растенко, человек из окружения Аксенова. В прессе не раз всплывала информация о том, что их связывает криминальное прошлое. По такой жизнью живем. Через три года Растенко по поручению Аксенова ушел с поста мэра Ялты и стал официальным советником Гоблина. Но ненадолго. В мае 18-го сотрудники Следственного комитета РФ задержали Растенко в Москве. Басмойный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрей Растенко по подозрению в превышении должностных полномочий. Судя по материалам уголовного дела, речь идет о передаче в муниципальную собственность земельного участка в 26 соток. Так называемому бывшему мэру Ялты выдвинули подозрение в том, что он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием Алубка. И Растенко отправили в СИЗО на два месяца. Басмойный суд Москвы избрал бывшему главе администрации Ялты Андрею Растенко меру пресечения в виде заключения под стражу. Под стражу Растенко взяли в зале суда. До 21 июля бывший градоначальник будет находиться в одном из СИЗО Москвы. Тут-то компаньон Растенко по бандитским делам Аксенов уж очень возмутился. Так называемый глава Крыма сразу встал на защиту товарища, резко раскритиковал действия Следственного комитета РФ и вообще назвал это чьим-то заказом. Ну я честно такого беспредела не видел никогда. Читаю дело это политически мотивированным, заангажированным. Через два месяца пребывания в СИЗО Растенко таки вышел на свободу под подписку о невыезде. Но в СМИ очень быстро предположили, что арест Растенко это звоночек для Аксенова. Настоящее доказательство того, что кресло под так называемым крымским главой пошатнулось. После ареста бывшего мэра Ялты, близкого к Аксенову, на полуострове заговорили о скорой возможной отставке главы российского региона, который, впрочем, во всем мире, кроме России, считается аннексированным. У ФСБ, у Следственного комитета вот такие уже папки по его коррупции, по его преступлениям. Они же герои, они привели Крым в родную гамму. Как же ты этого героя, это же целый памятник, как ты его посадишь. Но чем дальше отходит в прошлый 2014 год, вся память стирается и стирается, поднято, что судьба Аксенова, Константинова незавидная, как любых предателей. И что получается в итоге? Симферополь. За пять лет российской оккупации поменялось три мэра. Ялта. Результат аналогичный. В Керчи должность городоначальника новые люди принимали четыре раза. Та же ситуация и в оккупированной Феодосии. На шестерых крымских псевдомэров завели уголовные дела. Двоих приговорили к немалым срокам заключения. Эти ставленники меняются просто с чрезвычайной скоростью. При Украине так не было. Сейчас имеет значение только то, к какой башне Кремля тот или иной чиновник ближе. И куда он заносит деньги. Вывод один. После прихода русского мира, крымский полуостров стремительно движется в обратном направлении. Во времена бандитских разборок и лихих 90-х. Страшно даже представить, какое будущее с такой политикой Кремля и такими руководителями ждет простых жителей Крыма. Их это шобл... Всю разогнать надо. Вместе с Аксеновым. Только вот языком и больше ничего.